Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии. 30-ю годовщину принятия декларации о государственном суверенитете страны в Щелкове отметили концертом-флэш-мобом. Артисты Дворца культуры имени Чкалова исполнили для жителей любимые песни. Русский фольклор в современной аранжировке приплетается с задушевными напевами. Добрый символ России – матрёшка. В этой удивительной игрушке многонациональный российский народ отразил своё представление о красоте. Так, русскую красавицу 30 на 10 метров нарисовали к празднику работники Дворца культуры. Три дня работы – и вот он результат. Народный символ России украшает площадь перед Докачкалова и виден с высоты птичьего полёта. Также в преддверии праздника театрально-концертный центр «Щелковский театр» запустил свою акцию «Милый сердце уголок». Зрители разместили в соцсетях видеорассказы о своей малой родине под хэштегами «Милый сердце уголок. Мы вместе. Мы Россия». Для меня родина – это родной город, в котором я живу. Родина одна, она родная мать. Её нельзя купить, её нельзя продать. Край мой нежный, белоснежный зимнюю порой. Край мой звонкий, как девчонка раннюю весной. Поздравления и рисунки к празднику подготовили щёлковские школьники. Свои работы они разместили на окнах и с хэштегом «Окна России» выложили в интернет. Ученица 12-й школы имени Чкалова Нелли Мазур в День России украсила окно бумажными голубями и аппликациями в цвете российского триколора. Я тут собрала символы России. Например, первый символ – это флаг России. Он трёхцветный. Белый цвет обозначает мир. Второй цвет, синий, он обозначает небо и веру. Третий цвет, красный, он обозначает кровь и силу. Рисовать красиво Нелли учится в художественной школе. Ты знаешь, где на карте расположена Россия? Да, вот она, Российская Федерация. А тут вот наш флаг. Флагами и триколорами в День России украсили импровизированную сцену в микрорайоне Финский, где выступили артисты Щёлковского духового оркестра.